В Твери отметили День матери. Теме семьи Верхневолжье уделяется большое внимание. В регионе действуют различные меры социальной поддержки родителей и детей. Строятся новые детские сады и школы. А о том, как честовали матерей, расскажет Наталья Чекет. Такая большая и дружная семья. Наталья Петрова из Твери воспитывает шестерых детей. Трех дочерей и трех сыновей. Наталья рассказывает, что большое внимание уделяет всестороннему развитию детей. Приобщает их к здоровому образу жизни. В наше время очень тяжело воспитывать детей. Большое количество. Спасибо государству, что оно сейчас оказывает большую поддержку. Помогает финансово и морально. Мы получили машину за пятого ребенка. Мы получаем форму каждый год. Мы получили земельный участок. Также мы получаем ежемесячные пособия. Спасибо большое государству. Губернатор Игорь Руденя в этот день вручил Наталье Петровой почетный знак Тверской области «Слава матери». Их семья – одна большая и дружная таланта. Каждый пятый ребенок в Тверской области воспитывается в многодетной семье. Всего в Верхней Волжии их около 15 тысяч. Игорь Руденя отметил, что за этими цифрами стоит нелегкий, но очень почетный материнский труд, который достоин самого высокого уважения и признания. Вы, мамы Городки Волжи, храните традиции большой и крепкой семьи, которыми всегда славилась наша Родина. Вы отдаете все силы, чтобы воспитывать достойно сыновей и дочерей нашей Родины. Своим личным примером учите детей, взаимопомощи, трудолюбию, уважение к старшим, стремлению быть полезными всему нашему родному краю и всей нашей стране. И хотел бы выразить особую славу признательность мамам, чьи сыновья, всех старцев, защиту нашей Родины. В этот день наградили победителей регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который проводится в регионе уже в четвертый раз в рамках НАСПроекта «Демография». Ими стали Роман и Анна Шалтыновы из Кашинского района. В их семье трое детей, у супругов личное хозяйство. Говорят, что жизнь в деревне хоть и трудная, но не менее насыщенная, чем в городе. «У нас коровы, телята, быки, пчелы, овцы, гуси, куры, много чем». «Пока что одна лошадка». «Да, дочь накопила сама на лошадку. Во всем нам помогает. И телят поят, и коров, когда накормят. Да и даже умеет уже в свои восемь лет». «Курочками сама ухаживает». «Да, курочки полностью на детях у нас. Сами ухаживают, сами яйца собирают». Для каждого человека мама – это неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в собственные силы. С праздником всех мам поздравил митрополит Верской-Кашинский Амбросий. «Мама – это начало каждого из нас. Начало нашего жизненного пути, нашей судьбы на дороге жизни. Этот праздник, конечно, замечательная возможность вывозить свое почтение и свою благодарность самому дорогому человеку на Земле – маме, который для всех нас олицетворяет любовь, тепло, самопожертвование и заботу». Сертификат на приобретение автомобиля в этот день вручили родителям шестерых детей – Николай и Ольге Мукаид из Калязина. У них три сына и три дочери. Старшему 18, он уже учится в университете, а младшему – 8 месяцев. «Такая вот поддержка – это очень важно для нас, для семей, у которых много детей. Это очень важно, потому что частенько ездим в поездки, и у нас не хватает места для всех. К старшему ездим на учебу, как-то все хотят поехать, а не всех можем взять, не получается». Напомним, что День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году это 26 число.